Наталья Юрьевна, расскажите, как в нашем городе реализуется программа доступной среды для МАУ мобильных граждан? Организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в администрации города Бердск находится на особом контроле. Для этого делается очень многое, ведется работа с учреждениями, организациями для того, чтобы беспрепятственный доступ был организован. На сегодняшний день у нас недавно буквально прошло совещание по организации беспрепятственного доступа, куда были приглашены руководители структурных подразделений, администрации, руководители организаций, учреждений, в том числе и государственных предприятий. На этом совещании приняли участие прокуратура, ГИБДД, присутствовал начальник безопасности дорожного движения и председатель областной общественной организации. Все вместе мы приняли решение беспрепятственный доступ в городе Бердске сделать в три этапа. Первый этап – это организация парковочных мест для инвалидов. В связи с этим мы ведем сейчас объезд наших учреждений, которые в первую очередь необходимы для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы составить реестр и в соответствии с этим реестром уже устанавливать остановки, знаки, где могут остановиться наши инвалиды. В соответствии с требованиями, которые должны быть, эти знаки, к сожалению, у нас в городе установлены не в соответствии с требованиями. После того, как завершим, я надеюсь, будет у нас много парковочных мест для инвалидов, где они хотят остановиться, будет второй этап – это оборудование входной зоны. И третий этап – это уже когда инвалид будет передвигаться по территории, чтобы получить ту или иную услугу. Расскажите, что еще делается в нашем городе для того, чтобы жизнь этой группы людей стала более комфортной? В городе Бердске большое внимание уделяется беспрепятственному доступу. У нас на перекрестках установлены звуковые светофоры. Это очень необходимо гражданам, имеющим ограничения по зрению. 21 муниципальный автобус оснащен бегущей строкой и звуковым сопровождением по объявлению остановок. Оборудованы пандусами и перилами – это объекты социальной инфраструктуры. В образовании, в культуре, в здравоохранении и объекты физкультуры и спорта. Известно, что от проблем со здоровьем никто не застрахован. Расскажите, много ли в нашем городе маломобильных граждан и как наш город выглядит на фоне других своих ближайших соседей по качеству жизни инвалидов? Организация беспрепятственного доступа инвалидов – это не только пандусы и перила, это и их общественная жизнь. Совместно с общественными организациями мы проводим различные мероприятия. Буквально недавно был турслет общества глухих. В сентябре мы планируем провести сибирский фестиваль жестовой песни, участниками которого станут не только наши берчане, но и близлежащие сибирские города. Хочу сказать, что город Бердск по сравнению с нашими соседями выглядит на очень хорошем уровне по организации доступной среды. Вы сказали, что в обществе инвалидов Бердска организовано дежурство. Скажите, когда жители города могут обратиться за помощью? В обществе инвалидов по улице Карла Маркса, 21 прием ведется по вторникам с 15.00 до 18.30. Наталья Юрьевна, что бы Вы хотели пожелать тем, кто предоставляет услуги таким гражданам? Мне очень хотелось бы, чтобы наши организации, которые оказывают услуги, понимали, что доступная среда необходима не для того, чтобы не получить штраф или еще что-то, а для того, что нашим гражданам это необходимо. Потому что люди, имея ограничения, должны пользоваться такими же услугами, как и мы все.